Украинский спортсмен В 2013 года вице-чемпион трофея Европы 2014 года Евгений Червоненко завершает свою профессиональную карьеру. Этот сезон был крайне сложным для нашего чемпиона. Стартовав на чемпионате Европы по ралли ERC в роли штурмана, будучи самым возрастным участником, после трех этапов экипаж Червоненко занимал третье место. Но спортсмена подвело здоровье. Правый 2, 90. Левый 3, поздний через разгруз 100. Левый 0 через трамплин 70. Левый 1, 150. Врачи категорически запретили ему участвовать в гонках и посоветовали закончить карьеру профессионального спортсмена. Несмотря на это, команда Червоненко рейсинг впервые в истории первая из постсоветских стран смогла завоевать почетное третье место в абсолюте европейского первенства ERC. Казалось, на этом карьера Червоненко закончена. И он переходит в разряды тренеров и консультантов. Но легендарный чемпион принимает авантюрное решение и заявляется на крайнюю гонку в своей карьере. Да еще какую. Евгений Червоненко будет принимать участие в заключительном этапе чемпионата мира по ралли в ERC-2. Который пройдет с 13 по 15 ноября в Уэльсе. ГРАДЫ Трассы Британии всегда считались самыми сложными на планете. Этому способствует изменчивая и туманная погода, сильная влажность, грязевые участки, горная местность, лес, скользкий камень вместо асфальта. Нередко встречается и заснеженные участки. Чтобы пройти этот этап, успешно необходима невероятная выдержка, внимание и, конечно же, профессионализм. Несмотря на экстремальные условия, организаторы гонки запрещают использовать шиповую резину, что еще больше усложняет прохождение этапа. Старт соревнованиям будет дан 13 ноября на стадионе Миллениум в Кардифе. Свою заключительную гонку в карьере Евгений Червоненко будет ехать с русским пилотом Алексеем Лукьянюком. Сама команда «Червоненко Рейсинг» заявлена на всех европейских и мировых соревнованиях под флагом Белоруссии. Таким образом, несмотря на политические разногласия между странами, украинский чемпион хочет показать близость наших народов и пример политикам. На командном автомобиле Ford R5 написан лозунг «Мы хотим мира». Также на авто красуются сразу три национальных флага. Евгений Червоненко Евгений Червоненко – профессиональный спортсмен, автогонщик, член сборной СССР, мастер спорта СССР, международного класса по ралли, победитель чемпионатов СССР Украины, призер чемпионатов Европы, обладатель Кубка Европы по ралли, организатор самого грандиозного автомобильного соревнования за всю историю Украины – Кубок Президента Ялта Ралли, которая являлась этапом чемпионата Европы. Ялта Ралли за 9 лет проведения стала одним из самых успешных символов Украины во всем мире и выиграла в Украине титул «Главное спортивное событие года». Последнюю Ялта Ралли 2013 Червоненко выиграл в «Абсолюте» через неделю после инфаркта, перенесенного во время этапа Кубка Европы в Болгарии, и досрочно стал абсолютным чемпионом Кубка Европы по ралли 2013. Ты только жди меня, жди меня, жди меня, жди меня. Я обязательно вернусь, губами губ твоих коснусь. Ты только жди меня, жди меня, жди меня. Молёт тебя Всевышний, пусть в этой гонке, Ему не помешает звон медалей звонких. Никто и никогда не осуждает победителя, Пошли ему, Боже, ангела-хранителя. В гонке, как в бою, нет места для любви, нет места для любви, я к тебе вернусь. Ты только жди, ты только жди, жди. Украинский приватер Александр Салак, который идет в орбит. Ты только жди меня, жди меня, жди меня. Когда-то жди меня, жди меня, жди меня. Я обязательно вернусь, губами губ твоих коснусь. Ты только жди меня, жди меня, жди меня. Я обязательно вернусь, губами губ твоих коснусь. Ты только жди меня, жди меня, жди меня.